Украина – это уже страна, от которой многие политики, многие представители вообще в целом западных политических элит, политического класса точнее, немножко устали. Правящая партия, понимая конъюнктуру и определенные изменения, трансформирование, трансформация общественного мнения, мы живем в стране, которая точно не является страной, в которой соблюдаются определенные правовые процедуры. Отсутствие принципов, даже вот этих политических принципов правящей польской элиты. Матеуш, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы обсудить вот эту напряженность в отношениях Варшавы и Киева, которая возникла якобы из-за неконтролируемых поставок украинского зерна в Польшу и запрета Варшавы на ввоз этого зерна. Как вы считаете, почему Польша решила ввести вот эти ограничения, этот запрет только сейчас? На самом деле решение было принято сейчас по двум причинам. Основные факторы, которые повлияли на развитие событий между Киевом и Варшавой. Это, во-первых, внутренний фактор, который связан с парламентскими выборами в Польше и с многочисленными, кстати, пикетами, протестами сельского населения Польши, который особенно сильно пострадал из-за ввоза, неконтролируемого ввоза украинских товаров. В первую очередь зерна, но тут речь не только о зерне, на территории Польши в течение последних месяцев. Так что вот этот внутренний фактор, естественно, он имеет большое, может быть, и решающее значение в данном случае. Но есть еще внешний фактор. Обратите внимание, что США, особенно это было заметно во время визита Зеленского в Нью-Йорке, что некоторые, я бы сказал, основные СМИ и основные эксперты США заговорили о том, что на самом деле может уже пора заканчивать вот эту слишком однозначную и дорогостоящую поддержку киевского режима. И что, возможно, стоит как-то задуматься над тем, что сделать в ближайшей перспективе вообще с Украиной как определенным геополитическим проектом. Не случайно ведь в день прибытия Зеленского в Нью-Йорк, газета New York Times опубликовала статью про, ну, так называемые фейки, которые распространяют ВСУ и представители Минобороны Украины по поводу, например, обстрела и гибели мирных жителей в Константиновке, на Донбассе. Не случайно появились публикации в ряде американских СМИ о том, что военное руководство Украины является, скажем, не совсем компетентным, даже вот по этому чисто военным вопросу, упреки о том, что Украина сосредоточила все силы на попытку прорыва в районе Бахмута, вместо того, чтобы заниматься прорывом вот этого Южного фронта, направления украинского контрнаступления. Так что Украина – это уже страна, от которой многие политики, многие представители вообще в целом западных политических элит, и политического класса точнее, немножко устали, в том числе и в Соединенных Штатах. Напомним, что в Соединенных Штатах тоже впереди выборы, и в этой предвыборной гонке подавляющее большинство кандидатов, не только, кстати, от республикаинской партии, потенциальных кандидатов, я имею в виду участников праймарис, но также и от тем партии, вот приведем пример, Робетта Кеннеди, младшего, целый ряд американских политиков довольно резко высказываются по поводу необходимости, практически необходимости прекращения любой поддержки Киева. Так что произошли определенные изменения, я бы сказал, геополитического и политического темата. И этот внешний фактор тоже, наверное, подействовал и оказал определенное влияние на решения и высказывания польских политиков. Вот вы сейчас высказали мысль, которая очень похожа на тезис белорусского президента, который, комментируя вот этот конфликт в отношениях Киева и Ворошавы, сказал, что из Вашингтона поступила команда в Польшу, цитирую, сливать Зеленского. А почему его вдруг решили слить? Потому что, во-первых, в США, как я уже сказал, впереди президентские выборы, потому что соцопросы, ну, практически тут никаких сомнений нет. Соцопросы, которые проводятся в США говорят о том, что расходование очередных средств, выделение очередных траншек финансовой помощи в Украине не считается целесообразным подавляющим большинством населения граждан Америки. Напомним, что на данный момент, по официальным данным, США выделила уже сумму порядка 200 миллиардов долларов киевскому режиму. Так что продолжение этой поддержки в силу определенных внутренних экономических проблем, естественно, не считается вообще целесообразным большинством американских граждан. И все-таки в этот особенный период, предвыборный период, я думаю, что американский политический эстаблишмент просто вынужден хоть в какой-то степени прислушиваться к общественному мнению, поэтому и меняется риторика американских властей. Есть и, конечно, вот этот геостратегический военный фактор. Я так понимаю, что как минимум некоторые из американских экспертов начали довольно четко понимать, что с чисто военной точки зрения, даже с точки зрения, скажем, потенциала конкурирующих промышленно-оборонных комплексов обеих сторон этого конфликта, я имею в виду НАТО с одной стороны, с другой Российской Федерации, Россия имеет определенные преимущества. Совсем недавно в американских, кстати, СМИ и американские эксперты посчитали, что, ориентирующим, конечно, что российская сторона способна к производству чуть ли не двух миллионов снарядов в год. В то время совокупный потенциал всех стран НАТО сферы Атлантического альянса возможно через несколько лет достигнет около миллиона снарядов в год. Так что даже по этим оценкам, по сравнительным анализам потенциала оборонной промышленности, все понятно, что этот конфликт уже по определению не может завершиться, как об этом говорилось и как об этом некоторые мечтали, полной стопроцентной победой киевского режима. Приходит определенное осознание определенных фактов. Конечно, способствует этому всему провал, будем честны, полный провал так называемого контрнаступления украинских сил на запорожском направлении в частности. Так что меняется, полностью меняется картинка событий на Украине. Мне приходит период переосмысления, я думаю, вот этой дальнейшей стратегии по отношению к Украине. Но это что касается внешнего фактора. А если затронуть внутренний фактор, то есть парламентские выборы в Польше, которые вы уже упомянули, насколько я понимаю, там основная политическая борьба разворачивается сейчас между двумя партиями. То есть между правящей правой и справедливостью и между гражданской платформой экс-премьера Польши Дональда Туска. И как вы считаете, в случае прихода партии гражданской платформы к власти изменится ли каким-то радикальным образом политика Польши, внутренняя политика? Внутренняя политика, внутренняя политика – да. Потому что Польша имеет, я бы это назвал, определил как ограниченная субъектность. Польша – это страна с ограниченной субъектностью. Значит, соответственно, Польша может принимать определенные решения, касающиеся внутреннего строя определенных, даже не экономических, потому что тут уже решает Евросоюз, в частности Германия, как ведущий экономический партнер Польши. А чисто таких, скажем, организационных вопросов, судебной системы, например, которая, по сути, ныне правящая партия полностью уничтожила в плане правосудия и вообще определенных европейских стандартов. Так что, да, есть ограниченный, очень ограниченный суверенитет, очень ограниченная субъектность Польши. И в этом плане мы можем сказать, что внутренняя политика партии Дональда Туска, «Гражданской платформы», действительно немножко может отличаться от нынешней политики польских властей. Она может быть более, скажем, умеренной, может быть основанной все-таки на соблюдении, ну, как минимум, элементарных конституционных стандартов, связанных с свободой слова, с свободой выражения мыслей и вообще с основными гражданскими. Сейчас, я так понимаю, вот эти гражданские права, они, наверное, не особо соблюдаются? Сейчас я вам просто приведу пример. Я сам являюсь членом редакции, ну, думаю, что это самый, самый старый из всех постоянно входящих в Польшу еженедельников, печатных изданий, «Мышь, Польская», «Польская мысль» в переводе. Да, и вот приведу вам пример, что начиная с конца февраля прошлого года доступ к нашему сайту, к сайту, ну, самой старой традиционной польской газеты, ну, был практически закрыт польскими спецслужбами. Это не только мы подвергались вот такого рода цензуре, да. Такого рода цензура применялась тоже незаконно по отношению к многим другим независимым изданиям в Польше. Так это просто один из многих примеров того, как действует нынешняя польская власть. Вопреки, вот не только определенным, скажем, международным, ООНовским или европейским стандартам, а вообще вопреки польской конституте в том числе и польскому законодательству. Так что отношение нынешней власти вообще к закону, вызывает очень-очень много вопросов. Ну да, вот партия «Право и справедливость», насколько я понимаю, она так или иначе дискредитировала себя в глазах простых поляков. Это, вы знаете, вот, кстати, вот это название «Правящая партия» — это определенный парадокс. И некоторые говорят, что оксиморон в свете, ну, в контексте внешней политики, внутренней политики этой партии, да, конечно. Ну, я думаю, что тут, что касается вообще хода предвыборной кампании, потому что мы начались с этой украинской темы, да. Я вам скажу так. В Польше действительно были проведены определенный ряд соцопросов, из которых следует, что поляки крайне уставшие вот этой украинской тематикой, крайне уставшие вот этим безоговорочным оказыванием поддержки Киеву. Даже не сам я не сказал, что у нас какая-то, не знаю, волна антиукраинских настроек, да. Немножко другое. Значит, большинство поляков, к счастью, относится все-таки положительно и дружелюбно к украинцам, которые находятся здесь, от нескольких миллионов человек, у нас точных данных, правда, нет, но от нескольких миллионов человек, скажем, два с половиной, три миллиона – это точно. Мы все такие, я имею в виду большинство поляков, не хочется отправлять этих людей обратно на Украину, понимая то, что они станут там просто пушечным мясом, что они уже оттуда не вернутся. Поэтому вот это отношение польско-украинских, к счастью, не было пока никаких межэтнических, там, межнациональных конфликтов. Но политика правительства – это другое, и она вызывает действительно очень серьезные уже сомнения у подавляющего большинства польских граждан. Поэтому правящая партия, понимая вот эту конъюнктуру и определенные изменения, трансформирование, трансформация общественного мнения решила, ну, как минимум на этом официальном уровне, риторическом уровне немножко изменить вот эту свою риторику. А напомню, все началось с того, что пресс-секретарь Польского министерства иностранных дел, Лукаш Ясинов, в прошлом году, как только начался вот этот нынешний конфликт, нынешняя стадия конфликта на Украине, выразился, что, ну, конечно, парафризуя название партии, поводом языланского, что мы, поляки, являемся слугами украинского народа. Вот это выражение официального представителя польского МИДа, представьте. Вот раз уж вы, кстати, заговорили о польском МИДе, то хотелось бы обсудить вот этот громкий скандал, когда польский МИД через аффилированные структуры продавал рабочие визы мигрантам. В том числе, насколько я понимаю, из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, боюсь ошибиться. И это какая-то двойственная миграционная политика, вам не кажется? То есть украинцев они приняли, а мигрантов с Ближнего Востока, с Африки, они принимать не хотят, а если и принимают, то только вот таким образом, пытаясь навариться на них и продавая им рабочие визы по 500 евро. Давайте скажем так, мы пока не знаем, как это происходило. Это во-первых, потому что, естественно, я уже сказал, что мы живем в стране, которая точно не является страной, в которой соблюдаются определенные правовые процедуры. Мягко говоря. Поэтому, естественно, что определенные службы, определенные органы, в том числе и прокуратура, в том числе и спецслужбы, не готовы раскрывать то, что на самом деле произошло. Мы узнали от определенных журналистов, которые занимались журналистскими расследованиями, о том, что действительно имела место определенная коррупционная схема. По мнению некоторых журналистов, схема имела, я бы сказал, даже огромные масштабы по европейским меркам. Некоторые говорят про несколько 200-300 тысяч виз, выдачу 200-300 тысяч виз. Некоторые официально говорят о том, что это несколько сотен виз. Так что масштаб даже нам неизвестен точно. Но тем не менее, да, то, что мы знаем на сегодняшний момент, это то, что сам министр иностранных дел Польши отправлял списки людей, граждан, в первую очередь некоторых азиатских стран, которых он лично рекомендовал польским консульствам выдавать визы. И не задавая дополнительных вопросов. Или как-то, не знаю, начать упрощенную процедуру выдачи визы в случае вот этих людей. Так что безусловно, скандал есть. Это коррупционный скандал. Это скандал, который указывает на определенные, ну, я бы сказал, отсутствие принципов, даже вот этих атических политических принципов правящей польской элиты. Безусловно, да. Некоторые говорят, я не знаю, насколько в шутку, насколько всерьез, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но некоторые говорят, что вот все, что происходило на польско-делорусской границе, это как раз с польской стороны была попытка некоторых политических персонажей защищить свои собственные интересы и свой собственный бизнес, который был связан как раз, ну, давайте не будем говорить с выдачей визы, просто с продажей виз. Польских виз гражданам третьего государства, не европейских государств. Так что, естественно, вот этот момент имел определенное значение в избирательной кампании, это все обсуждалось, тем более, что правящая партия, не зная о том, что вспыхнет этот скандал, решил организовать одновременно с парламентскими выборами референдумом. Одним, ну, там, кстати, два вопроса, которые касаются как раз незаконной эмиграции. Первый вопрос, это вопрос связан с там, насколько граждане больше согласны с принятием эмигрантов из других стран ЕС в рамках солидарности с другими странами Евросоюза. А второй вопрос, кстати, непосредственно уже касающийся польско-белорусских отношений. О стене на границах. Да, про стену, да, насколько граждане больше согласны с тем, что нужно снести эту стену, которую только что построили. Так что, безусловно, они были намерены так же, как и в 2015 году, когда партия «Право и справедливость» первый раз победила на парламентских выборах, и сформировала правительство. Значит, они опять хотели использовать вот эту мигрантскую тематику во время избирательной кампании. Потом еще у нас, кстати, вышел в польских кинотеатрах, вышел в прокат очень известный… «Зеленая граница». Да, да, да. Я как раз хотел спросить у вас о нем. Уже успели посмотреть? Да, успел. Да. И ваше мнение о фильме? Ну, вы знаете, сложно однозначно высказаться по поводу этой художественной картины. Но, во-первых, безусловно, Гнешка Голланд – одна из самых, скажем, талантливых польских режиссеров современных. С технической точки зрения можем сказать, что это качественное кино просто, да. С точки зрения, скажем, определенных политических посылов, которые мы видим, во-первых, польские власти не правы, когда они говорят о том, что этот фильм там как-то искажает картину, работы и вообще имидж бурских пограничных. Они вообще очень как-то резко, мягко говоря, отреагировали на вот этот вот фильм и его показ на Венецианском кинофестивале, насколько я понял. Согласитесь, что как-то необычно, а резко, потому что если определенные политические деятели, включая президента страны, включая членов правительства и лидера правящей партии, говорят о том, что, ну, практически то, что кто-то решит сходить в кинотеатр и посмотреть это кино, является доказательством того, что он занимает определенные антипольские, антигосударственные позиции. Это, ну, довольно странно в активизованном мире, согласитесь, что вот политики, да, говорили нам о том, что… Что смотреть, а что не смотреть. Что не смотреть, да. И кем мы являемся, если мы решим сходить в кинотеатр посмотреть там. Ну, любую художественную картину. Но с другой стороны, вот я как раз сейчас анализировал этот фильм «Онишки Холланд» с моими редакционными друзьями. И хочу вам сказать, что, во-первых, этот фильм не указывает источников проблемы. Миграционные проблемы в целом, да. Значит, вот есть тоже вот такой художественный польский фильм. Не знаю, как его перевели, как его название перевели на русский и даже на польский язык. Называется «Essential killing» на английском. Это художественная картина Ежи Сколимовского. Тоже очень известная прошла уже по польскому режиссеру. Она произведена в 2012 году, если не ошибаюсь. Это касалось секретных тюрем ЦРУ на территории Польши. Это просто история гражданина Афганистана, которого похищают в Афганистане, перевозят, пытаются питать его в этих секретных тюрьмах американцев на территории Польши. Там указан определенный политический контекст. Ну, картинки, которые снимали в Афганистане, например. А в фильме «Огнешки Холланд» у нас отсутствует этот политический контекст. Значит, она не задумывается вообще, откуда взялись вот иммигранты из Афганистана. Там же есть тоже граждане Афганистана. Не показывает, например, известных очень близких картинок из Кабульского аэропорта с 21-го года. Когда люди падали с самолетов. Да, да, да. Не показывает, ну, как бы не говорит ничего о том, что была оккупированная страна на протяжении последних лет. Страна оккупирована США и разрушена США. И, кстати, союзниками США, в том числе и Польшей. Когда показывают беженцев из Сирии, вот в этой картине «Огнешки Холланд». Да, там что говорится про так называемое исламское государство. Но никто не говорит о том, откуда вообще взялись исламское государство в Сирии и вообще в странах Ближнего Востока. Кто поддерживал, финансировал исламское государство и это терроризм, это террористические группировки. Когда говорится о беженцах из Африки, потому что там тоже выступают в этой картине, никто не замечает, кстати, вот сейчас об этом громко вроде, из-за определенных политических событий, что в странах Сахела, в странах Западной Африки на протяжении многих лет существовало коррумпированные режимы, которые напрямую подчинялись Парижу, например, что это практически колонизация, продолжение колонизации. Так что про источники того, что происходит вообще миграционная проблема, не говорится вообще ничего. И как бы это, естественно, невозможно считать, что этот фильм указывает полностью картину данного явления в этом контексте. Плюс еще хочу обратить внимание, что, к сожалению, вот среди польских пограничников в этом кино вы увидите разные персонажи, ну там одного, например, который испытывает какие-то внутренние угрызения совести по поводу того, что происходит, который там испытывает определенные сомнения, сомневается и в конце концов становится более-менее порядочным человеком. Зато белорусских пограничников, белорусских пограничников, к сожалению, показывают, ну как бы, однозначно… Негативно. Да, да, да. Так что, ну это тоже, как бы, с одной стороны Холланд высмеивает риторику правящей партии «Право и справедливость» и обращает внимание на абсурдность вот этих заявлений про то, что это вот оружие, секретное оружие президента Лукашенко и, кстати, еще и президента Путина против Польши, вот этот мигрантский кризис, а с другой стороны указывает вот в таком, в таком свете вот белорусских пограничников, к сожалению. Я этот фильм обязательно посмотрю, когда он появится в интернете? Да, рекомендую, потому что, вы знаете, на самом деле у нас какая-то, не знаю, проблема связана с интеллектуальным развитием нашего политического класса, потому что у нас об этом фильме говорят все, в том числе и те, которые заявляют изначально, что они не собираются вообще это смотреть, да, но они уже являются вот кинокритиками, да, и выступают публично, рассказывая о том, что, ну, на самом деле, что это вообще не стоит смотреть. Это называется, знаете, как не смотрел, но осуждаю. Есть такое выражение. Да, 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 да. Вот, к сожалению, у нас таких людей полно. Что ж, Матеуш, спасибо вам большое за эту беседу и спасибо за то, что уделили нам время. Вам спасибо, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok